Добрый день, друзья! Здравствуйте, дорогие, любимые партнеры компании Тиенс. Меня зовут Ратникова Мария, я менеджер по продукту компании Тиенс, а по образованию я врач, у меня 4 медицинские специальности и более 11 лет опыта в практической медицине. Поэтому мне особенно важно и особенно радостно представить вам эту потрясающую новинку. Новая биологически активная добавка Тиенс Карблок – сокровище восточной традиционной медицины, которая помогает нам скорректировать метаболизм углеводов. Сегодня я расскажу вам, что это за продукт, из чего он состоит, как он работает и как он меняет нашу жизнь к лучшему. Сразу скажу, Тиенс Карблок – долгожданный Тиенс Карблок. Тиенс Карблок – это обязательный, базовый, основной, очень важный продукт для всех тех, кто следит за своим весом, хочет иметь красивую стройную фигуру, для всех тех, кто хочет иметь достаточное количество энергии и быть бодрым, энергичным в течение всего дня, в любом возрасте, для всех тех, кому интересно активное долголетие. Я точно за. А вы? Я думаю, что это продукт базовый, основной, необходимый абсолютно для всех людей. И я надеюсь, что в течение сегодняшнего вебинара вы со мной обязательно согласитесь. Ну что ж, давайте начнем знакомство с новым продуктом. Тиенс Карблок – потрясающий продукт, который запирает сахар на замок. Ну, для начала давайте разберемся, что же там, собственно, с углеводами, что такое метаболизм углеводов или углеводный обмен, почему это важно, какую роль он играет в нашей жизни, что с ним может быть не так, почему его надо обязательно корректировать. Давайте расставим все точки над «и». Так, углеводы, углеводы, углеводы – знакомое слово точно для всех тех, кто хоть раз в жизни интересовался здоровым питанием, питанием вообще. Есть три основных макронутриента, которые обязательно должны быть в пище каждого человека каждый день. Это белки, жиры и углеводы. Белки и жиры для нашего организма – это строительный материал. Все клетки нашего организма с течением жизни обновляются. Например, за 7 лет полностью обновляются вообще все клетки нашего организма. Естественно, для этого нужен строительный материал, иначе просто не из чего будет построить новые клетки. Поэтому каждый день важно потреблять достаточное количество белка и жиров. А углеводы, друзья, это источник энергии на все жизненные процессы, которые протекают в нашем организме. Универсальный, удобный, оптимальный источник энергии. Как бензин для машины, если бензина не будет, машина никуда не поедет. Так и мы, если не будет углеводов, ой-ой-ой, как тяжело нам придется. Нам не будет хватать энергии для того, чтобы наше тело могло жить. Итак, углеводный обмен – это процесс получения этой энергии из углеводов, усвоения углеводов, транспортировка их туда, куда нужно, включение их в процесс с большим количеством сложных биохимических реакций, в результате которых образуется энергия. Это процесс запаса этой энергии на черный день или расходование энергии на те процессы, которые ее потребляют, если это необходимо организму именно сейчас. Вот вся эта цепочка сложных процессов, в которых участвует большое количество органов. Это и есть углеводный обмен. В углеводном обмене участвуют и желудочно-кишечный тракт, и поджелудочная организация чудесными гормонами – инсулином и глюкогоном. И печень, где и, соответственно, копится глюкоза, прозапас для того, чтобы обеспечить наш организм энергией необходимой в случае чрезвычайной ситуации. И надпочечники, которые тоже помогают нам реагировать на какие-то стрессовые чрезвычайные ситуации и заставляют нас активнее расходовать запасы энергии, которые мы сделали в течение жизни. Вот такое большое количество органов, большое количество гормонов, большое количество ферментов, микроэлементов и витаминов участвуют в процессе углеводного обмена только лишь для того, чтобы наш организм был обеспечен энергией. Тогда, когда нужно, столько, сколько нужно, всегда, чтобы эта система работала безотказно, потому что без этого жизнь, увы, невозможна. Углеводы мы получаем из пищи каждый день. У них там бывают разные. Бывают простые углеводы, бывают сложные. Можно их так разделить. Простые углеводы легко усваиваются. У них небольшой размер молекулы. Те продукты, которые содержат простые углеводы, обладают, как правило, сладким вкусом. Например, фрукты различные. В рафинированных продуктах, в кондитерских изделиях много простых углеводов. Да и сахар сам по себе достаточно простой углевод. Они сладенькие на вкус и дают быстрый прилив энергии за счет того, что быстро усваиваются. Есть сложные углеводы. Это злаки, различные крупы. Хлеб, который здесь представлен на слайде. Это комплексы с простых углеводных, собранные в такую сложную структуру, которая будет медленнее усваиваться, просто потому что организму нужно сначала расщепить сложный углевод до простых составляющих, до простых углеводов, только потом усвоить его и использовать для энергообеспечения. Не то же дают очень много энергии, но делают это более постепенно. Поэтому являются очень важным и ценным продуктом для нашего здорового рациона. Но чтобы организму было удобно, чтобы можно было все хорошо контролировать, все углеводы, которые мы получаем с пищей, расщепляются до самых простых составляющих. И вот простой углевод глюкоза является такой универсальной единицей энергии, универсальным средством обеспечения энергии всего нашего организма. Уровень глюкозы в крови поддерживается организмом достаточно стабильно. Он колеблется, но в небольшом очень диапазоне, ведь это очень важный энергетический субстрат, который может пригодиться в любое время. Слишком много глюкозы – плохо. Слишком мало глюкозы в крови – тоже плохо. Ее должно быть достаточно. И должно быть достаточно всегда. Поэтому большая часть процессов углеводного обмена фокусируется на том, чтобы уровень глюкозы в крови был относительно стабильным. Уровень глюкозы в крови принято еще называть уровнем сахара в крови. Иногда мы, может быть, что-то слышали про то, что сдают анализ крови на сахар. Как раз проверяют тот самый уровень глюкозы. Насколько хорошо работает система углеводного обмена, которая контролирует, достаточно ли в крови универсального энергетического субстрата для того, чтобы вы могли быть здоровыми и эффективно функционировать. Увы, к сожалению, вот этот большой сложный процесс может нарушаться. На разных этапах абсолютно существует целый пул таких заболеваний или состояний, которые считаются предзаболеванием, которые характеризуются именно нарушениями углеводного обмена. Как правило, предрасположенность к таким нарушениям заложена генетически. Она не всегда проявляется, но может проявиться под воздействием вредных внешних факторов. Нездоровое питание, плохая экология, хронические стрессы, вредные привычки. Вот пусковые факторы, которые могут запустить нарушение углеводного обмена. И что тогда происходит? Уже не так эффективно работает система энергообеспечения и контроля уровня вот этого энергетического субстрата, глюкозы, в крови. Ткани не очень эффективно, не очень хорошо используют глюкозу. Не суперэффективно продуцируется гормон инсулин, допустим, который как раз отвечает за утилизацию глюкозы тканями. Или количество рецепторов к инсулину снизилось, и поэтому инсулин есть, но не так хорошо на него реагирует клетка. К клетке большое количество процессов может разладиться. И тогда получается, что уровень глюкозы в крови может сильно колебаться в течение дня. Если регуляторная система работает не суперхорошо. Эти резкие колебания уровня глюкозы в крови и субъективно ощущаются не очень хорошо, поскольку они могут провоцировать острое чувство голода, острую тягу к сладкому. Они могут повлечь за собой ощущение упадка сил, недостатка энергии. Когда-то много глюкозы, потом когда-то мало глюкозы. И мы чувствуем, что наша батарейка села, и вообще больше нет сил ни на какие действия, ни на какую активность. В тяжёлых случаях это может привести к серьёзным хроническим метаболическим заболеваниям, в том числе и к сахарному диабету. Поэтому очень важно обращать внимание на вот такие скрытые нарушения углеводного обмена, которые встречаются достаточно часто. По данным эпидемиологических исследований в России, нарушения углеводного обмена те или иные, которые приводят к резким колебаниям, частым колебаниям уровня глюкозы в крови, встречаются у каждого пятого взрослого человека от 18 до 60 лет. А если из всех взрослых людей взять только тех, у кого есть избыточный вес, то у каждого второго есть нарушение углеводного обмена. Это очень важная проблема, на которую нельзя закрывать глаза. Это очень важная проблема, которая серьёзно снижает качество жизни и повышает риски тяжёлых хронических заболеваний. Поэтому особенно важно заботиться о своём здоровье и делать всё возможное для того, чтобы организм работал как нужно, для того, чтобы организм был полон энергии и усваивал углеводы так, как положено. А что же случается, если происходит нарушение углеводного обмена? Как можно понять, заподозрить, что вот, скорее всего, это оно? Что случается достаточно часто, да? Как нарушения углеводного обмена влияют на нашу жизнь? Как можно почувствовать? Ну, во-первых, это может быть действительно упадок сил и дефицит энергии. Углеводы – источник энергии. Если обмен углеводов нарушен, использование этой энергии нарушено, поставка неравномерной энергии для организма, то очень часто мы сталкиваемся с тем, что вот вроде бы ещё только середина рабочего дня, а сил уже нет вообще ни на что. Не то, чтобы доползти до дома, да, уж не говоря о том, чтобы какую-то физическую активность, активный отдых, провести время с близкими, нет сил ни на что. Избыточный вес – очень частое следствие нарушений углеводного обмена. Если обмен энергии идёт не так, как нужно, то она может запасаться в виде жировой ткани в слишком большом количестве. Очень тяжело расходоваться из этих запасов на чёрный день, что и формирует избыточный вес. Плата в процессе снижения веса. Может быть, знакомая ситуация. Мы хотим сбросить несколько килограмм, и вот у нашего знакомого всё легко удаётся. Стоит только последить за питанием и начать активнее двигаться. А мы вроде бы делаем всё то же самое. Активно двигаемся, следим за питанием, едим с дефицитом калорий, тренируемся, пьём водичку, спим хорошо, а процесс снижения веса не идёт. Или не идёт так хорошо, как хотелось бы. Или сначала шёл, а потом вес не двигается никуда, и никак его абсолютно не расшевелить. И как только вы допускаете какую-то погрешность питания, тут же добавляется ещё новый избыточный вес. Это может быть следствием нарушения углеводного обмена. Неконтролируемый аппетит и тяга к сладкому – тоже верный признак. Резкие колебания уровня глюкозы в крови приводят к этому. Когда мы сначала получили очень много энергии, куда-то её утилизировали, потратили что-то на энергообеспечение физической активности, допустим, часть запасли, а потом уровень глюкозы в крови резко снизился. И это запускает механизм, который сигнализирует нашему мозгу о том, что энергия на нуле. Срочно нужно получить дополнительные углеводы. Если эти скачки очень резкие и очень частые, то этот механизм срабатывает особенно отчётливо. И действительно заставляет нас искать источник сладенького, заставляет нас есть больше, чем положено, больше, чем нужно, больше, чем мы хотели бы. Заставляет нас тянуться каким-то простым углеводом, ведь это лёгкий источник энергии для нашего организма. Вот они проявления нарушений углеводного обмена. И если это знакомая для вас ситуация, то стоит обратить внимание на потрясающий продукт, который помогает нам потихонечку отрегулировать, наладить все процессы метаболизма углеводов, чтобы ваш организм обеспечивал себя достаточным количеством энергии, для того, чтобы вы были бодрыми, стройными, здоровыми и активными. Что же это за продукт? Тиенс Карб Лок запирает сахар на замок. Это корректор метаболизма углеводов, который помогает нам нормализовать углеводный обмен, оптимизировать энергетический баланс, ведь это взаимосвязанные вещи, и помогает нам контролировать вес и контролировать аппетит, контролировать тягу к сладким продуктам. Вот такая потрясающая новинка появилась у Тиньши. Тиенс Карб Лок. Базовый основной продукт для всех тех, кто борется с лишним весом, для всех тех, кто чувствует упадок силы, усталость в течение дня, ближе к вечеру, нет энергии ни на что. Если нет энергии проскакивает в ваших словах, в вашем речи периодически, вам стоит обратить внимание на Тиенс Карб Лок. Тиенс Карб Лок – это продукт для всех тех, кто хочет быть бодрым, энергичным, стройным, здоровым в течение всего дня, каждый день, каждый год, в любом возрасте. Что же обеспечивает этому продукту его такое фантастическое действие? Ну, конечно же, сокровища восточной медицины. Видите, это компания Тиенс, естественно, да, мы используем сокровища восточной медицины, соединяем их с современными технологиями, с современной наукой для того, чтобы получить оздоравливающий эффект природный, натуральный, естественный, очень выраженный, для того, чтобы поддерживать свое здоровье с помощью природы. И вот он, природный, натуральный состав. Некоторые из этих друзей точно вам уже знакомы. Ну, например, кардицепс. Летом трава, зимой гусеница. Удивительный гриб с уникальным жизненным циклом. Вы знаете, кстати, что в китайской традиционной медицине кардицепс считается продуктом с идеальным балансом инь и ян. Двух энергий, которые должны быть сбалансированы и гармонизированы в нашем организме для того, чтобы мы были здоровы и физически, и духовно. Инь и ян с идеальным балансом, ведь этот продукт одновременно и животное, и растение, да, благодаря его уникальному жизненному циклу и гриб, и гусеница. В Китае этот ценный гриб включен в фармакопею. Он официально считается лекарством в Китае от 21 болезни. И неудивительно, ведь он обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным, тонизирующим, антиоксидантным и гипогликемическим действием. То есть помогает снижать уровень глюкозы в крови, если он особенно стабильно повышен или если есть колебания уровня глюкозы в крови. Пульсахариды, кредицепсы не только помогают избежать резкого повышения сахара в крови, но и защищают бета-клетки поджелудочной железы, а это клетки, в которых вырабатывается очень важный для углеводного обмена гормон инсулин, защищает пульсахариды, кредицепсы, бета-клетки поджелудочной железы от повреждений из воспалительных реакций или окислительного стресса. Поэтому это, конечно, очень важный ингредиент, который помогает нам поддерживать здоровый углеводный обмен. Следующий ингредиент – это рейши, это больше японское название. В Китае этот продукт известен как линчжи, а еще известен как растение духа или гриб бессмертия, или гриб десяти тысяч лет, трава духовной силы. Много вот таких интересных названий у этого растения, ведь он считается королем лекарственных трав. Это драгоценный подарок небес, небесное лекарство, средство от множества болезней. Линчжи или рейши имеют в своем составе такие биологически активные вещества, как тритерпены и полисахариды, и они оказывают мощное иммуномодулирующее действие, то есть нормализуют работу нашей иммунной системы. Но помимо этого он оказывает и противовоспалительное, противоаллергическое, антибиотическое, противовирусное, противоопухолевое и антиоксидантное действие. Это мощный защитник нашего организма. Что касается углеводного обмена, линчжи и его полисахариды помогают нашей поджелудочной железе синтезировать инсулин. Это тот самый горвон, который отвечает за использование клетками глюкозы, за то, чтобы глюкоза стала источником энергии для клеток, которые нуждаются в этом. А еще он повышает чувствительность тканей к инсулину, то есть недостаточно просто выработать достаточное количество инсулина, нужно еще и, чтобы ткани отреагировали на него должным образом. Линчжи помогает облегчить этот процесс. Еще активизирует ряд ферментов, которые участвуют в углеводном обмене именно в производстве энергии в клетке из глюкозы. Следующий ингредиент – это шелковица. Шелковица известна тем, что только ее листьями питается тутовый шелкопряд. Тутовый шелкопряд – это гусеница, которая производит натуральный шелк. Сокровище Китая – натуральный шелк. Поэтому, естественно, шелковица очень высоко ценилась, была очень редким и очень защищаемым растением в Древнем Китае. Но ценилась она не только потому, что шелкопряд исключительно предпочитает именно это дерево, это растение, но еще и потому, что листья шелковицы использовались в китайской традиционной медицине как средство от простуды, как средство для улучшения пищеварения и средство для улучшения работы кровотворных органов. Современная наука нам говорит, что экстракт листьев шелковицы содержит большое количество флавоноидов, полисахаридов, алкалоидов, очень интересных алкалоидов, которые способны контролировать процесс усвоения углеводов и снижать уровень сахара, уровень глюкозы в крови, если он чрезмерно повышен. Следующий ингредиент – это майтаке или мэйтаке. Больше известен в Японии, однако и в Китае, и в других восточных странах он также используется как целебное средство. Еще это съедобный гриб, то есть, в принципе, его можно найти и в каких-то гастрономических изысках восточных. Широко используется для защиты печени, для укрепления организма и для долголетия. Кстати, существуют легенды о том, что японские гейши использовали порошок майтаки для того, чтобы не поправиться, когда им приходилось участвовать в каких-то застольях. Так что издавна известен этот гриб именно своим поддерживающим стройную здоровую фигуру эффектом. На востоке его, кстати, еще называют танцующий гриб. Не только потому, что по форме шляпки он похож на такую развивающуюся юбку, когда танцует прекрасная женщина, но и потому, что человек, который находит этот гриб в дикой природе, начинает танцевать от радости, потому что это действительно целебное, общеукрепляющее, противовоспалительное, антиоксидантное средство. Ряд исследований последних лет показал, что в майтаке содержится особое биологически активное вещество, так называемая дефракция, которая обладает противоопухолевым действием. Исследования еще продолжаются, но для нас это отличный повод для того, чтобы включить майтаки в свою оздоровительную программу, правда. Болисахариды и протеуглюканы, которые содержатся в майтаке, повышают чувствительность тканей к инсулину. А еще это помогает эффективнее усваивать глюкозу и поддерживать оптимальный уровень сахара крови. Следующий ингредиент уже ближе к нам, он используется как средство народной медицины вообще на всей территории Евразии, в России в том числе. Это чага. Древесный гриб чага, который растет преимущественно на березах и богат биологически активными веществами, которые рождаются из этого удивительного симбиоза тела гриба и березы. Чага повышает защитные силы организма, используется как средство, которое нормализует работу желудочно-кишечного тракта, и чага помогает нам регулировать и уровень сахара, и уровень липидов в крови. К тому же чага содержит биологически активные вещества, которые снижают активность ферментов альфа-амилазы, альфа-гликозидазы в тонком кишечнике. Это ферменты, которые отвечают за расщепление сложных углеводов и усвоение простых. Почему это приводит? К тому, что углеводы начинают усваиваться медленнее. Ещё медленнее поступает энергия в кровь, ещё медленнее поступает глюкоза в кровь, и организм длительное время обеспечен плавным, повышающимся источником энергии. Это более физиологично, это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и не усваивать лишнего в том числе. Ну и последний ингредиент – это органический хром из обогащённых хромом дрожжей, чтобы лучше усваивалось, чтобы полноценно и эффективно работало. Хром – это очень важный микроэлемент, который является активатором сразу нескольких ферментов, которые участвуют в цикле Крепса. Цикл Крепса – это каскад биохимических реакций, который обеспечивает нам выработку энергии с использованием глюкозы и присутствия кислорода. То есть, хром является катализатором производства энергии из глюкозы. А ещё очень интересный, но доказанный факт – дефицит хрома в организме очень часто проявляется повышенной тягой к сладкому. Так что, если вы большой сладкоежка, иногда просто не можете сдержаться и удержаться от дополнительной порции чего-нибудь сладенького, можно задуматься, может быть, вам стоит обеспечить свой организм достаточным количеством хрома. Вот такой потрясающий натуральный состав, основанный на настоящих сокровищах восточной медицины, обеспечивает эффективные действия для контроля уровня глюкозы в крови нашему новому продукту – Тиенс Карп Ог. Давайте резюмируем, подведём итог, как именно работает Карп Блок, на что он влияет, почему мы называем его корректором метаболизма углеводов. Благодаря биологически активным веществам, которые содержатся вот в этих фантастических ингредиентах, с которыми мы уже познакомились, Карп Блок оказывает тройное действие на метаболизм углеводов. Во-первых, повышает чувствительность тканей к инсулину, тому самому гормону, который помогает нам, нашим клеткам, получить достаточное количество энергии из глюкозы. Во-вторых, оптимизирует процесс утилизации глюкозы клетками, чтобы в клетке всё прошло так, как нужно, и из глюкозы мы получили достаточное количество энергии. И в-третьих, замедляет усвоение углеводов, делает простые углеводы более сложными, делает повышение уровня глюкозы в крови после приёма пищи более плавным и медленным. Это помогает нам поддерживать оптимальный уровень глюкозы в крови, избежать резких скачков в течение дня и связанных с этим неприятных ощущений, повышенных рисков для здоровья. И это помогает нам контролировать свой аппетит, контролировать свой уровень энергии, иметь достаточное количество энергии в течение дня, каждый день, в любом возрасте. Вот как действует карблок. И вот какие эффекты он оказывает на организм. Вот что хорошего произойдёт с вашим организмом, если вы будете принимать Тиенс карблок. Кстати, забегая наперёд, он подходит для постоянного приёма вообще практически всем взрослым людям. Что делает карблок? Ещё раз подведём итог. Он способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови. Это снижение рисков серьёзных хронических заболеваний, и это повышение уровня комфорта в вашей жизни, повышение качества в вашей жизни. Карблок предотвращает резкие скачки уровня глюкозы и связанные с ними приступы головы, да, и повышенные риски для здоровья. Карблок помогает запустить процесс снижения веса, веса людям с нарушениями углеводного обмена. И если избыточный вес связан именно с тем, что что-то в углеводном обмене идёт не так, то нормализация углеводного обмена, нормализация метаболизма углеводов поможет сдвинуться с места и выйти из плата во время диеты. То есть это базовый, основной продукт для всех тех, кто следит за своим весом, хочет встроенную, подтянутую фигуру. И, естественно, карблок возвращает бодрость, энергичность и работоспособность. Если вдруг вы пришли к тому, что чувствуете упадок сил, недостаток энергии в течение дня, ближе к вечеру, нет сил абсолютно ни на что. Тиен-скарблок помогает оптимизировать энергетический баланс, и вы снова чувствуете себя полными энергией, бодростью, активными для того, чтобы двигаться, для того, чтобы быть здоровыми. Естественно, наши амбассадоры имеют возможность первыми оценить преимущества новых продуктов. И наверняка вы уже точно знаете Марию Кашкарёву. Это амбассадор Тиенс, балерина, солистка Большого театра. Она обратила особенное внимание именно на Тиенс-скарблок. Кстати, коротенькое интервью вы обязательно увидите в наших социальных сетях с Марией, где она говорит как раз об этом. Неудивительно, ведь это продукт, который помогает при достаточно ограниченном рационе. У балерин он достаточно ограниченный, очень жесткий контроль. И при очень высоких физических нагрузках, тут тоже особенно не поспоришь, хорошо себя чувствовать. Иметь оптимальный уровень обеспечения организма энергии – это то, что супер важно, когда у вас высокие физические нагрузки, и при этом вы очень строго следите за своей фигурой и за своим рационом. Тиенс-карблок – базовый продукт для поддержания здоровья. Как же его использовать? Две капсулы каждый день утром, желательно в первой половине дня, для того, чтобы наладить метаболизм углеводов на целый день. Каждый день. Его можно и нужно принимать постоянно. Его можно и нужно сочетать с другими продуктами, которые помогают обеспечить организм энергии, обеспечить эффективный обмен веществ. И если у вас уже есть какие-то хронические заболевания, вы получаете какое-то медикаментозное лечение, естественно, при приеме любой биологически активной добавки, в том числе и тиенс-карблок, вам обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом. В любом другом случае, если у вас нет аллергической реакции на компоненты продукта, такое тоже очень редко, но, к сожалению, бывает, две капсулы один раз в день в первой половине дня во время еды. Договорились? Договорились. А еще тиенс-карблок можно сочетать с другими продуктами, которые нормализуют обмен веществ. Например, у нас такой продукт уже есть, наверняка вы уже знаете, они замечательно дружат вместе с тиенс-карблок. Это тиньши с кальцием и витаминами. Наш уникальный, эксклюзивный источник кальция. Но здесь еще и дополнительно витамины, микроэлементы, пищевые волокна для того, чтобы наладить работу с желудочно-кишечного тракта и тыквенный порошок с пектином, который также помогает модифицировать усвоение углеводов для того, чтобы уровень сахара в крови не повышался слишком резко, для того, чтобы мы имели достаточное количество энергии в течение длительного времени. Отличная пара тиньши с кальцием и витаминами и тиенс-карблок. Еще он отлично сочетается с витамином D, еще он замечательно сочетается с любыми продуктами, которые поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта, дайджест, пребиотик, фруктозаны, не все вместе, да, именно то, что необходимо вашему организму именно сейчас, плюс тиенс-карблока отличное сочетание. Скоро в продаже, друзья, это самая потрясающая новость сегодняшнего дня, наверняка. Тиенс-карблок уже совсем-совсем скоро появится в продаже. Во второй половине сентября постепенно во всех обособленных подразделениях в России следите за новостями, следите за нашими социальными сетями, за нашими группами в мессенджерах. Обязательно будет объявлено вам дополнительно, когда же, ну когда, наконец, можно будет приобрести эту потрясающую новинку. Это вся информация, которую я хотела поделиться с вами сегодня. Друзья, если у вас возникли какие-то вопросы, пожелания, предложения, обязательно пишите в комментариях здесь. Я обязательно все прочитаю и сформулирую ответ, особенно если будут какие-то часто повторяющиеся вопросы или очень интересные вопросы, обязательно снова выйду на связь. Так что, интересует что-то? Пишите в комментариях, подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить все самые важные новости, в том числе о таких фантастических новинках. Договорились? Договорились? Я желаю вам здоровья, желаю вам бодрости, активности, желаю вам скорее познакомиться с нашей новинкой Тиен Скорблок и ощутить на себе все его преимущества. Пока прощаюсь с вами, до новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok